Инфопресс Здравствуйте, в эфире программа Инфопресс, о чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Инфопресс Иногда складывается ощущение, что 140 с лишним миллионов россиян в глазах нашего правительства не более, чем подопытные мыши, жизни которых приносят в жертву ради светлого будущего. Правда, чье это будет в итоге будущее, вопрос второстепенный. Как пишет газета «Вятский наблюдатель», в ближайшие несколько лет ряд жилищно-коммунальных услуг будут ограничены социальными нормами потребления. Это будут минимальные, но, как заверет в Белом доме, достаточные для жизни и доступные по ценам объемы электроэнергии, воды, тепла и других услуг. Услуги сверх нормы могут стоить на 70% дороже, и со следующего года этот эксперимент стартует в ряде пилотных регионов, в число которых попала и Кировская область. Видимо, на верхах руководствуются тем, что если уж у нас он пройдет удачно, то остальным регионам бояться нововведения точно не следует. Наступление на алкоголь в Кировской области идет по всем фронтам. Как пишет газета «Бизнес новости», не успели в регионе привыкнуть к маленьким бутылочкам спиртовых настоек на носу уже новые инициативы. На этот раз кировские полицейские, всерьез обеспокоенные тем, что более трети преступления в состоянии опьянения совершаются в выходные и праздничные дни, направили на рассмотрение губернатору законопроект о запрете продажи алкоголя крепостью свыше 15 градусов в эти самые дни в принципе. Вообще, чтобы дать отдохнуть полицейским, было бы логичнее в таком случае запретить сами выходные, ну или перенести их для простых смертных на будни, чтобы им не было так обидно. Инфопресс Ну а между поиском амфора и примеркой на себя роли Альфа Журавля, Владимир Путин находит время для своей профильной деятельности. Как пишет газета «Репортер», президент России представил Государственной Думе законопроект, вносящий в законы государственные гражданские службы изменения, повышающие предельный возраст высокопоставленных чиновников до 70 лет. А это, по сути, почти пожизненно, учитывая, что в России средняя продолжительность жизни мужчин составляет не более 60 лет. Инфопресс Как бы ни пыталось правительство донести всю серьезность закона о защите детей от информации, однако он порождает все больше шуток. Никита Белых, находясь на яранской птицефабрике, делился впечатлениями о визите в Твиттере, где заметил, что у предприятия есть даже свой бренд «Добрые яйца». А в переписке с журналиста Меха Владимиром Варфоломеевым у них даже родился слоган «Наши яйца сделают вас добрее», на что один из пользователей микроблога заметил, что такая реклама точно должна носить маркер 16+. Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс Инфопресс Инфопресс